Мы много говорим о праведности. И каждый раз Господь по-новому и по-новому нам ее открывает. И мне хочется глубже и глубже входить, потому что я сама хочу углубляться. Углубляться в познание Господа, углубляться в познание Его учения. Как написано в римлянах, что мы уверовали и приняли учение Иисуса Христа. Недостаточно просто поверить в Иисуса Христа. Надо принять Его учение. Те, которые не принимают Его учения, они вне Христа. Итак, давайте с вами посмотрим, как говорит Иисус. Когда Он обратился к Своим ученикам и говорит. Матфея 5, 20. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. То вы не войдете в Царство Небесное. Как по-вашему, это благословение Он сказал? Я думаю, это страшный суд. Это осуждение самим Иисусом праведности фарисеев и книжников. Так были ли они праведники? Если Иисус сказал их в праведность, именно фарисейская и саддукейская праведность, Царство Небесное не приведет. А другими словами можно сказать, поведет куда? В ад. Так что же это за праведность такая? Которая человека приводит в ад. Что за праведность? Я не думаю, что Иисус Христос имел в виду ту праведность, которая от закона. Не могу даже в это представить и поверить, потому что сам Иисус оправдывал это. Помните, когда к Нему подошел богатый юноша? И спросил Иисуса, что мне сделать, чтобы спастись? Что сказал Иисус? Матфея 19, 17. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Так что это совсем не о той праведности. Павел тоже говорил о том, что он через закон праведный. По закону он праведный, по закону. По исполнению закона. Филиппийцам 3, 4, 7. Я хочу прочитать это. Посмотрите, как он говорит. Хотя я могу надеяться и на плоть. Он может надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день. Из рода Израилева. Колено Вениаминова. Евреи от евреев. По учению фарисей. По ревности гонителей Церкви Божьей. По правде законной, непорочной. Как хорошо сказал. По правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетой. То есть, по закону, по исполнению закона Божьего, он был непорочный и праведный. Однако он понял, что и это не совсем то, что надо. Есть что-то большее. Более великое. Он решил, что он хочет найтись во Христе. Как в Филиппийцам 3.9 говорится. Что он мечтает. Я не знаю, как вы, но я стала даже молиться этими словами. Потому что это и моя мечта. И я хочу найтись в Нем. Притом не со своей праведностью. Которой от закона и заповеди, которые я тоже соблюдаю. Но с той, которая через веру во Христа. С праведностью от Бога по вере. Что выходит? Что Иисус совсем не это говорил. Он не это имел в виду. Что от закона, по закону праведник, это неправедник. Выходит, что-то он другое говорил. Он не осуждал это. Ну что же тогда он осуждал? Он осуждал праведность тех фарисеев и саддукеев, которые были вокруг него. Он осуждал праведность фарисеев и саддукеев, которые были вокруг него. Иисусом было осуждено их лицемерие. Праведность, которую они делали вид. На самом деле такими не были. Вот что он увидел в книжниках и фарисеях. Это лицемерие. И даже их учение было построено на лицемерии. То есть, они вроде учили закону Божьему. Но интерпретировали его под себя. Изменяли под себя. И не исполняли так, как положено было исполнить, как Бог повелел. А только была напускная видимость. Как Иисус сказал в Лука 12, 1. Когда собрались тысячи народа. И теснили его. Что он сказал? Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. И дальше он говорит, учение фарисейского и саддукейского. Вот чего надо бояться. Это закваски. Вы знаете, это правда закваска. Если она попадает в церковь, она заквашивает церковь. И церковь может стать лицемерной. И в церкви может оказаться лицемерная праведность. Лукавая праведность. Пока зная праведность. Только внешняя. Господь говорит, берегитесь. Берегитесь этой закваски. Она заразна. Потому что она преподносит удобное служение. Выгодное, легкое. Берегитесь. Это внешняя праведность. Она с Богом осуждается. Не войдете. В Царство Небесное не войдете. Как удобно говорить, что такого быть не может. Иисус всех милует, всех благословляет. Он хочет миловать всех. И грешников, и праведников. Но Он хочет, чтобы мы менялись. Он дал учение. Когда фарисеи говорили Слово Божье. Слово Божье, оно праведно всегда, изо всех уз, как говорится. И оно Слово Божье. Поэтому Иисус сказал, слушайте, слушайте, а по делам их не поступайте. Ибо они говорят, но сами не живут так. Так не делают, так не поступают. Все, что они велят вам делать, соблюдать. Вроде читают закон. Соблюдайте. Но с них пример не берите. Потому что их поведение говорит об обратном. Это заразительно, когда ты видишь поведение. Многие уходят из церкви, говорят, соблазнились. Почему? Смотрели на поведение. Но если ты в церковь приходишь не к людям, а к Господу, ты будешь идти. Потому что ты идешь за Богом. Представляете, если весь народ взял и отвратился из-за того, что видел фарисеев неправильно. Поступающие. Бог праведный. Учение Его праведно. И как хотелось бы, чтобы и учили праведно. Можно красиво говорить. Но лучше красиво жить. Можно праведно говорить, но лучше праведно жить. Праведно поступать. Можно красиво молиться. Но лучше красиво жить действительно. Не надо все дела свои делать напоказ. Чтобы о вас говорили люди, какой хороший человек. Ах, какой хороший человек. Ходите пред Богом. Все, что вы делаете, делайте так, чтобы Бог засвидетельствовал о вас. Это не просто так сказано, горе вам, когда вас все любят. Потому что вы угождаете людям, а не Богу. А стоит стоять за правду, за истину. Как появляются недовольные. Как появляются те, которые тебя уже не любят. Почему? Это же народ Божий. А говоришь, неудобно, да. Но Бог не хочет лицемерия. Он не хочет лукавства. Он это осуждает. Все свои дела надо делать праведно пред Богом. Пред Богом. Это называется ходить пред Богом. Но есть два хождения. Одно пред Богом, а другое пред людьми. Кому вы хотите нравиться? Как хорошо сказал Павел. Я не был бы рабом Бога, если бы я по сей день хотел нравиться людям. Да, я своими словами говорю. Угождал людям. Нельзя. Угождать надо Богу. Надо ходить перед Богом. Бог осуждает хождение фарисеев. Матфея 23, 5 говорится. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Если что-то люди не видят, неинтересно. Лучше бы люди видели. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскресенье одежды своих. Украшают себя внешне. Господь назвал это лицемерием. Вы представляете? Назвал это лицемерием. Но нам надо превзойти подобную праведность. Ее надо превзойти, иначе не войдем. А чем можно превзойти лукавство? Как по-вашему? Лукавство чем можно превзойти? Искренностью. Лукавство только искренностью можно превзойти. И истиной. Поэтому Бог сказал, ищу себе тех, которые будут поклоняться в Духе истине. Некрасивыми словами делать вид в Духе. И воистине. Ищу. Почему ищу? У нас вон как много народа Божьего. А Он продолжает искать. Продолжает искать. Как хочется, чтобы Он нашел. Нашел это в нас. В каждом из нас. В нашей церкви, потому что я болею за нашу церковь. Потому что поставил меня болеть за эту церковь. Если не превзойти праведности фарисеев. Если лицемерие не превзойти искренностью. Если казаться не быть. Шанса нет. Войти в небеса. Там нет лицемеров. Шанса нет. Бог не оставил шанса. Не оставил компромисса. У Бога есть только черное и белое. В нем нет серой массы. Мы любим серую массу. А в Боге этого нет. Черное и белое. Грех – праведность. Зло – добром. Любовь – ненависть. Нету серого. Пора это понять. Очень многие любят говорить. Бог есть любовь. Бог – это папочка. Все простит. Все долги оплачены. Милость, благодать. А как же насчет этого? Что он сказал? Не войдете в Царство Небесное. А где ж милость, благодать? Ну подумаешь, я лицемерю. Папочка, ты же все долги оплатил. Могу? Оказывается, нет. Оказывается, папочка – это строгий судья. Справедливый абсолютно. Абсолютно. Понимаете, что такое абсолютно? Наверное, не совсем понятно. Сколько раз в Евангелии я слышу, как Иисус судит в Матфеи 23, 13 Он не сказал «Будет вам горе!» «Есть ли!» Нет. Он сказал «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Уже горе! Уже горе! Что затворяете Царство Небесное человеком. Ибо сами не входите. И хотящим войти не допускаете. Это уже суд. Вы видите, как страшно. Уже суд. За лицемерие. За то, что ты учишь неправедно. За то, что ты лжешь. Хочется сказать народу Божьему ты сам не войдешь, но и не впустишь других, потому что ты отводишь от истины. Это сказано к тем, которые себя считают праведниками. Да еще и такой праведности, фальшивой, учат других. Нет на небе лицемеров. Это нереально, это невозможно, понимаете. Есть черная, есть такая черта, которую нельзя переходить. Господь сказал «Горе вам!» Будь искренней, будь честной, будь порядочной, люби праведность, люби правду, будь таким, как хочет Господь тебя видеть. Это оценка Господа. Горе вам. Лицемеры, горе вам. Если вы только внешне себя украшаете. А что такое горе? Горе — это ад. Там плач и скрежет зубов. Горе — это ад. Иными словами, он сказал «Лицемеры, вам ад». Нельзя лицемерить. Еще раз говорю, пред Богом — это нереально. Он нас видит. Будь, кто ты есть. Когда ты подходишь к преломлению, к примеру. Как ты подходишь? С каким сердцем? Проверяй себя. Будь искренним, будь чистым, будь порядочным, будь честным. Даже если ты ошибся, даже если ты что-то натворил, просто будь честным. Скажи «Господь, я еще не совершенно хочу быть, прости меня». Но не делая вид, что все в порядке. Это лицемерие. Кого вы обманываете? Бога невозможно. Бог определил суд. Для подобных обманщиков суд. Фарисейская праведность им осуждена. Наистину, это горе быть таким человеком. Царство Божье для чистых людей. Вы знаете, что хочу сказать? Это очень скользкая праведность у них. Те, которые надеются вот такой лукавой праведностью проникнуть в небеса, они учат скользкие люди. Они так изворачивают, что ты еще, извини меня, окажешься в их глазах и в их устах осужденным. Хорошо, что они в глазах Божьих. Хорошо, что они в глазах Божьих. Вы знаете, не они ли осуждали Иисуса Христа? Не они ли осуждали апостолов? Сажали в тюрьмы, убивали, мучили. Кто? Праведники. Фарисейские праведники всегда гнали кого? Искренних. Всегда гнали искренних. Никто другой не с улицы. Свои же распяли Иисуса. Свои же осуждали апостолов. Буква закона, она не покрывает праведностью, она осуждает. Поэтому люди, которые только по букве закона судят, они только осуждают. Нужна милость и благодать, нужна. Которая превосходит букву закона. Господь говорит, что это все окрашенные гробы. Внутри гнилые, а снаружи окрашенные. Улыбаются, делают вид, что любят, такие хорошие. А внутри гнилье. Разве мы такими должны быть? А почему такое происходит? Если не стараться внутренность свою исправлять, если надеяться на внешность, которую вы умудрились украсить, внутренность окажется гнилой, как в этом мире, так и здесь, ничем не будешь отличаться. Как сказал Иаков, будьте исполнителями Слова Божьего. Будьте исполнителями, не слушателями только, но исполнителями. Вы понимаете, недостаточно только верить. Надо жить по вере. Недостаточно только признавать. Евангелие — это да, святая книга. Надо жить по Писанию. Бог дал Писание, это учение. Как совершиться человеку? Как стать гражданином неба? Если мы не будем постоянно вникать туда и в себя, и смотреть, как стать гражданином неба, мы не станем им? Если бы это было не надо, зачем бы Иисус оставил учение? Если было бы достаточно, окунулся, в воду встал, и ты уже все. Совершенно во всех отношениях. Уже ты умер ко греху, уже ты умер ко всему, ты уже воскрес. Ты уже совершенный. Отроньте этого совершенного. И что оттуда выйдет? Как прыщик. Брызнет оттуда все, что осталось. Поэтому очень важно, Бог допускает нас касаться. И когда нас касаются, выходит то, что внутри было. И не всегда это что было хорошее. Не всегда. Поэтому Бог допускает нас касаться. Знаете, мне понравилось, как один пример привел с чашечкой кофе. Поставил чашечку кофе на белое полотенце. Ну, на скатерочку. И взял, стугнул по ней. И все стало черным. А чашечка была очень красивая. Ею можно было любоваться. Но то, что было в ней, запачкало белую скатерку. Вот хочется, чтобы когда нас нечаянно задели, мы не запачкали и никого, и ничего. Чтобы оттуда истекала чистая вода. Подумайте об этом. Итак, фарисейское лукавство, лицемерие, праведностью не называется. Вы заметили, если читаете Евангелие, то Иисус даже однажды повторил слова Иоанна Крестителя. Очень страшные слова. Что Он сказал про фарисеев? Что Он сказал к ним? What did He say about the Pharisees? Змеи, да? Порождение Ехиднины. Боже мой! The brood of vipers. Боже мой! Как страшно! My God is so terrible! Кому Он сказал это? He spoke to whom? Порождение Ехиднины. The brood of vipers. Так однажды сказал Иоанн Креститель. John the Baptist said once the same. Но Он сказал, Иисус повторил Его слова, потому что Он это видел. Он видел их поведение. Это вот лукавство, это вот лицемерие, это вот это скользко. Пока ты не начнешь работать над собой, ты ничем не будешь отличаться от них. Потому что это все живет внутри человека. С этим мы приходим ко Христу. Иисус нам все прощает. Но дальше мы должны освобождаться. Очищаться и перерождаться. Если это не будет происходить, мы будем оставаться теми же. Старое прощено, а новое нарастет. Нарастет. Поэтому и сказано, что начатую жизнь надо сохранить до конца. Что наше спасение надо совершить. Совершить. Понимаете? Чтобы не услышать. Змей, порождение хиднины. Как вы убежите от осуждения в гиену. Боже мой, ужасно страшно. И это все в Новом Завете. Это не Ветхий Завет, это Новый Завет. Понимаете? Берегитесь закваски. Берегитесь закваски фарисейской. Берегитесь лицемерия. Берегитесь лукавства. Когда вижу в ком-то лукавство, меня все переворачивает. Вы можете пойти, что ли, я не пойму? Будьте искренними. Научитесь этой чистоте. Говорить друг другу правду, говорить друг другу. Нет, не обижать. Некоторые называют правдой рубить и обижать. Я этого вас не призываю. Никак. Любовь не будет так обижать. Не будет. Но когда приходится обличить, то, извините, приходится сказать правду лицом немножечко больновато. Но. Но. С любовью. С любовью. для того, чтобы человек мог исправиться. Для того, чтобы он стал лучше. Чтобы избавился от того, что он не видит в себе. Как часто мы не видим в себе. Как часто мы себя не видим. Как часто мы видим только других. Из-за этого и осуждаем. Мои хорошие, смотрите в зеркало. Это зеркало. Евангелие это зеркало. Заглядывайте туда. Посмотрите, как вы выглядите в глазах Господа. Какая благодать увидеть себя. Если ты так будешь видеть, ты будешь меняться. Твое сердечко будет смягчаться. Не ожесточаться, а смягчаться. Как хорошо, когда ведет тебя Дух Божий. Как хорошо, когда Он касается тебя. Когда Он тебя обличает. Это благодатное время. Поверьте, самое благодатное время, когда Он говорит с тобой. Если ты перестаешь слышать обличение, если ты начинаешь только себя утверждать и уверяться в своей правоте, ты погибаешь. Ты на опасном пути. Бог оставил тебя. Ты уже не видишь своих грехов. Это слепота. Это духовная слепота. Мне страшно, когда человек не может покаяться. Потому что покаяние дает Дух Святой. Если человек не может покаяться, о чем это говорит, Дух Святой не побуждает к покаянию. Живите в покаянии. И если к вам приходит это сознание, если вы за каждый пустяк себя судите и каетесь, значит, Дух Святой с вами, значит, вы в Нем это благодать. Если ты начинаешь себя все оправдывать, тебе говорят, а ты не слышишь. Ты упорствуешь своей неправде, своем грехе. Дух Святой отошел. Он тебя не обличает. Или ты закрыл ушки. Тогда твоя праведность какая? Фарисейская. Берегитесь. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерия. не надо казаться. Надо быть праведниками. Все, что мы не сможем себе достичь, абсолютно мы не сможем, покроет праведность Христа. Праведность Христа многое покрывает. Любовь покрывает множество наших грехов и ошибок. множество. Но когда мы хотим быть праведными, когда мы стремимся, когда мы желаем, как хочется, чтобы сердца у нас были мягкие, чувствительные, нежные, как хочется, чтобы мы были в Господе смиренными, кроткими. К этому нас призывает Господь. Вы знаете, у праведности есть дела. Даже когда обращался Господь к этим лицемерам, фарисеям, Он тоже сказал, что и у них есть дела. То есть у любой праведности есть дела, даже в фарисейском. Когда Он говорил, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы даете десятину, да, они давали. Положено по закону дал, чтобы ты, Господь, не смел меня судить, а сверх того, не проси. Ни милости не обляли, ни судов. А что значит судов? Как мы понимаем это? Совсем не так, как вы думаете. Себя в первую очередь. Являйся судой себе в первую очередь. Суди в первую очередь себя. Но ты себя оправдываешь. Это то, что увидел Господь одну гордость, одно самомнение, самоуверенность и никакой милости. Никакой. А вот когда Он написывает Иова и называет Его праведником, представляете, Бог сказал, что Иов праведник. Он сказал, что нет такого на земле. И в чем была его праведность? Иов так хорошо описывает, когда Он говорит пред Господом. Я хочу вам это прочитать. Оно немножечко длинноватое. Давайте прочтем. Как жил Иов. И Бог увидел. Да, Его праведность была в вере. Это в первую очередь. Он верил Бога. И он верил Богу. И поэтому он так жил. Когда человек поступает по фарисейской праведности, я вообще не могу назвать его верующим. Потому что он не Бога не боится. Как можно назвать его верующим? А он верил Бога. И эта вера сделала его праведным. Сделала его жизнь праведной. Потому что когда ты веришь, ты стараешься так жить. Правда? Ты стараешься угождать Богу. А это и есть праведность. Вот прочитаем. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? Смотрите, как он рассуждал. Он жил пред Богом. Это то, что сказал Иисус. Вы суд не исполняй. Пересуживай. А он говорит, как же я мог поступать несправедливо со служанкой, со слугой, как бы я потом Богу в глаза посмотрел. Праведно судил. И когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? То есть уходил пред Богом. не он который создал меня в очреве создал и его равно образовал нас в утробе. царь царь не возвышал себя. Ходил в крутости в смирении. Напоминает мне Давида. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой и не был ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною как с отцом и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибающим без одежды и бедного без покрова не благословляли ли меня чресло его и не был ли он согрет шерстью овец моих что по вашему праведность сердце добродушное милосердное любящее сострадательное если я поднимал руку мою на сироту когда видел помощь себе у ворот то пусть плечо мое отпадет от спины и рука моя пусть отломится от локтя что он имел ввиду вот идет вокруг него люди мог идти в гордость а ты кто такой он я руки не поднял несмотря на то что у меня опора и поддержка это сирота это несчастный человек он снисходил король царь ибо страшно для меня наказание от бога вот страх божий не перед людьми ходил чтобы люди обо мне сказали что я такой добрый такой хороший такой любящий как некоторые любят показать себя нет он говорит страшно для меня наказание от бога пред величием его не устоял бы я полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу ты надежда моя радовался ли я что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много человеку свойственно гордиться довольствоваться тем как он поднялся не Бог ли тебе дал все это смотря на солнце как оно сияет и на луну как она величественно шествует прельстился ли я в тайне сердца моего и поцеловал ли уста мою руку мою это также было бы преступление подлежащее суду потому что я отрекся бы тогда от бога всевышнего радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли когда несчастье постигало его даже этого не делал даже не радовался возмездия столько в сердце его было сострадание любви не позволял я устам моим грешить проклятием души его не говорили ли люди шатра моего о если бы мы от мяса его не насытились странник не ночевал на улице двери мои я отворял прохожему если бы я скрывал поступки мои как человек утаивая в груди пороки мои человек усвойственно утаивать свои пороки то я боялся бы большого общества и презрение одноплеменников страшило бы меня и я молчал бы и не выходил бы за двери если поступал так неправедно боялся стоять перед лицом но он не боялся судите если хотите если у вас сердце такое честен и праведен пред Господом вот что такое праведность это честность и праведность пред Господом не пред людьми у людей разные языки разные понятия праведности разные сердца вот это дела праведности милосердие суда праведного и поклонение Богу то к чему мы призываемся мы хорошим то к чему мы призываемся превзойти праведность книжников и фарисеев я очень хочу что в церкви нашей появилось фарисейство чтобы появилась здесь эта закваска и заквасила церковь чтобы начали здесь лукавить и лицемерить заниматься здесь показухой друг перед другом эта церковь не для них для искренних кто хочет ходить искренне you welcome кто хочет ходить пред Богом you welcome а кто хочет лицемерить полно других мест лицемерить это туда а здесь пусть остаются народ Божий любящий Господа согласны со мной аминь скажите громко будьте благословенны приготовьте свои сердечки мы сейчас будем принимать преломление подходите с чистыми сердцами с искренними сердцами потому что вы подходите к Господу к Господу к Господу к Господу Субтитры подогнал «Симон»